Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. И я тут художник, который может обидеть. Каждого заложного уволил этот негодяй Порошенко. Зеленский был категорически против. Ермак кричал, не надо этого делать. Вся ставка говорила, что вы делаете, Петр Алексеевич? Остановитесь, барыга! Безуглая ложилась костьми, кричала, не увольняйте заложного! Но злой и подлый Порошенко таки его уволил. Это из-за Порошенко теперь под Авдеевкой случилась трагедия. Если бы не Порошенко, не было бы трагедии Бахмута, Авдеевки. Это все он! Вы посмотрите, каков негодяй! Он специально, чтобы навредить Зеленскому, во время своего президентства из подлости взял и на севере Киева разместил танковую бригаду. Знаете, как тяжело пришлось мальчику Вове потратить столько сил, чтобы убрать танковую бригаду с севера Киева. Понимаете, и Вове нашему спасителю удалось. Понимаете, какая была бы трагедия, если бы на севере Киева осталась танковая бригада Порошенко? Ужас! Страшно подумать! Слава Богу! Зеленский нас спас! Он ухитрился! И дай ему Бог здоровья! Вместе с Верещук, которая кричала и радовалась, как им вовремя удалось до 24 февраля разминировать поля вот туда, на Крым! Это же просто счастье! Все как людям удобно стало, да? Если бы не Зеленский... Представляете, как бы ужасно было пробиваться через минные поля! Сколько было шухера! А так, благодаря Зеленскому, который все-таки сумел противостоять этому негодяю Порошенко, все-таки вот враг зашел мирно, тихо, спокойно, без особых усилий и лишних жертв захватил Херсон. Ну, это же, понимаете, если бы не Зеленский, вообще непонятно, что бы было! Это все только благодаря... Понимаете, этот подлый Порошенко, он же специально, понимаете, он все это делал специально. Мало того, вся его вот эта вот шобла, вот эта вот шушара, вы посмотрите, да, вот эти подонки, вот эти порошенковцы, вот эти вот подбарыжники, они взяли, и как назло, вот чтобы навредить Зеленскому, этот черновол с Пашинским, они взяли и в последнюю секунду украли эти стугные корсары. Представляете, вот таки сумели в последнюю секунду таки навредить нашему лидеру. Ну, вот гадят всюду, где могут. Ну, просто, ну, просто, как можно быть такими, такими, такими омерзительными? Они же, все время, мало того, смотрите, Зеленский же, ну, фактически, вот, вот уже, ну, еле-еле остановил эту западную помощь, если бы не Зеленский, то, если бы он не начал вовремя разворовывать украинский бюджет, западную гуманитарку, если бы он не успел, там, яйца по 17 гривен, то есть, грудью же стал на защиту Украины. Куртки, это штука благодаря Владимиру Александровичу, понимаете, это он, можно сказать, спас всех нас, он придумал гениальный ход, когда летние куртки, ну, ну, талант, продавались по цене зимних, это заслуга исключительно наиволычнейшего лидера с участности, что там, львовский арсенал, вот это вот дело, там, сбитневой компанией, они вовремя успели украсть полтора миллиарда гривен, страшно подумать, какой трагедией бы обернулось, если бы не усилия наиволычнейшего лидера с участности, если бы все отдали на откуп Порошенко, мало того, ну, гадкий человек этот порох, просто гадкий, он успел каким-то чудом, непостижимыми делами вообще, как он это смог, ну, ну, появилась украинская ПВО, то есть, вообще, Путин был уверен, никаких С-300 нет, но подлец Порошенко из-под земли достал, послушайте, мало того, такой негодяй прожженный, он ухитрился, ну, через СБУ, понимаете, взять и у врага тайно, по черным схемам, выкупить клестроны для нашего ПВО, то есть, если бы не правоохранители продажные Зеленского, если бы эти рыцари без страха и упрека не арестовали клестроны, смотрите, могло бы случиться страшное, то есть, прямо 24-25 февраля украинское ПВО могли бы сбить, даже страшно об этом подумать, все самолеты Путина, ну, вы понимаете, что только благодаря Зеленскому этого кошмара не случилось, он вовремя сумел арестовать клестроны, нагло и подло, закупленные предателем Порошенко, и только благодаря усилиям, причем неусыпным усилиям, титаническим, Зеленский сумел не пустить Порошенко на кучу международных встреч, где этот подонок мог бы договориться о помощи Украины без участия нашего наивылычнейшего, да просто Зеленский, это, ну, это гений современности, он остановил такое количество дипломатических встреч, он героически нахамил нашим западным партнерам в Америке, в Вильнюсе, в Мюнхене, он не покладая рог, делает все, чтобы война, друзья мои, ну, которая приносит такую пользу, ну, как минимум, Зеленскому и его команде, не остановилась, друзья мои, если бы, если бы этот негодяй Порошенко, если бы дать ему волю, страшно подумать, война бы вообще могла давно закончиться, и только наш лидер, вот только он делает все, вот все от него зависящее, чтобы свобода слова не распространилась, как это было в страшные, мрачные, жуткие времена Порошенко, представляете, до чего Порошенко довел страну, до какой мерзости он довел украинское телевидение, при Порошенко, это, это страшно об этом говорить, просто язык не поворачивается, сказать это, но при нем, на всех каналах можно было обсырать действующего президента, слава Богу, теперь у нас, друзья мои, у нас, как в нормальной стране, как в Венесуэле, как в России, как в Северной Корее, никто даже представить себе не может, чтобы президента нашего государства, ну как это, как это в мерзкой Америке, в отвратительной Англии, в этой загнивающей Европе, просто вот без дублера вывозили, нажарили на всех каналах, насмехались над ним, ну так, как это было при негодяе Порошенко, ну, в девятнадцатом году, украинский избиратель в последний момент, но все-таки смог, с таким прекрасным результатом, спасти Украину от мира, от процветания, от жизни сотен тысяч украинцев, он спас нас от всего, что у нас было, то есть, если бы не Зеленский, смотрите, тот кошмар, который у нас был, ну, страшно вспомнить, что у нас до Зеленского не было ни войны, ни ковида, ни отсутствия телевидения, гражданских прав, свобод, и только благодаря Зеленскому, только благодаря нашему Владимиру Александровичу, слава Богу, ситуация, спасибо огромное, спасибо большое, Владимир Александрович, вы поменяли нашу жизнь, и я гарантирую вам, что мы, как благодарные люди по полной программе, отблагодарим так, как не благодарили еще ни одного Януковича, Владимир Александрович, я гарантирую, что, уж поверьте, Виктор Федорович, вам просто позавидует, какой перформанс, мы обязательно вам устроим в соответствии с украинской конституцией, а вас я попрошу, друзья, обязательно распространяйте это видео, подпишитесь на мой канал, лайки, комментарии, победа, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет. Субтитры создавал DimaTorzok,